Там как бы не было пенетрации. Хотите узнать имя мудилы номер один? Где кринж, а где феминизм? Скандал! Пожалуйста, ну позови меня, ну позови меня на ужин! Как найти парня без алкоголя и сожалений? Книга Карины Истоминой. Ну что, мультивселенная? Эти дома встретились снова. Эти дома встретились снова. Маски-шоу, я думаю. Маски-шоу и мужики-биомусор такие, да, так модные были. Это мы с тобой отмотались в 2018 год. В 2018 год, да. Когда мы сидели у Тони. У Тони на студии. И записывали. На саундклауде подкасты. Они, кстати, по-моему, исчезли, но мне, прикинь, до сих пор... Мне пишут, где маски-шоу, верните маски-шоу. Я, если честно, даже боюсь их переслушивать, что мы там говорили, потому что... Да, во-первых, там, поскольку не смонтированный, по-моему, и вообще не сретаченный звук... Там он скачет, точно, я помню. Сильно скачет, это раз. Во-вторых, я вообще не помню, что мы там мололи с тобой. Я помню, там были хорошие... Я помню хайлайты оттуда. Значит, я помню, что у нас Миранда была, наша трансгендерная женщина, вообще-то. Трансвеститы — это мужчины, которые переодеваются в женщин. Это в Таиланде. В Таиланде. Мы с тобой, кстати, были же на этом все мероприятии. Да, кстати. Помнишь? Мы же сиськи трогали. И наши сиськи трогали. О, вы можете потрогать мои сиськи. Да, я хочу. Извини, я прям сейчас трогаю сиськи. О, прикольно. А, кстати, они... А это с певчиком или без? Без. Ух ты, я не ошиблю. Слушай, такие упругие. В 2018 году мы уже общались. У нас была Саркисян, которая смешно рассказывала о том, что ее никто не может придушить, как ей хочется. Да, да, да. Элене, которая рассказывала о девственности в взрослом возрасте. Да, кстати. И что еще? Ну, конечно, астрологические отлеты там были. Это почему-то больше всего все запомнили. О том, что я не хотела слушать от мужиков с детьми про их детей. Да, мне кажется, ругали за это. А вот это изменилось? Мне кажется, у тебя это не изменилось. Слушай, кстати, изменилось. Или изменилось? Знаешь, мне кажется, что я стала более терпимой вообще к мужчинам. Серьезно? Да. Я такая вспоминаю последний год, но не уверена. Ну, давай-ка. Ну, мне кажется, что я стала потерпимее, но продукт все равно обнищал. Обнищал? Вот, я понимаю, мы будем сейчас вспоминать, что мы обсуждали в маске шоу и сверять часы спустя три года. Что изменилось, а что нет. Да, мне кажется, да, можно обсудить это. Так давай, что с продуктом? Рынок... Ну, я пережила долгие отношения. Я два с половиной года была в отношениях. Сурвайвер мой. Да, вот. И еще я сходила на пару свиданий в этом году. Вот. И я стала спокойнее, но я хочу сказать, что все равно как-то, знаешь, как будто бы мужчины очень сильно боятся ответственности какой-то. Так-так. Ну, расскажи. Ну, можно без имен, я все имена знаю. А на нашем Патреоне вы узнаете имена. Представляете? Реально можно было бы завести какой-нибудь Патреон, или он не фанс, или подписку на Close Friends. По-моему, так... Хотите узнать имя мудилы номер один? Переведите сюда. Ладно, так. Да. Слушай, ну, ни для кого не секрет, что в этом году у меня секса еще не было, потому что я уже давала интервью по этому поводу. Вот. И почему до секса не доходило? Это же не то, что я такая... А мы хуёвый секс не считаем. Мы, типа, не... Ну, мы там... Слушай, там как бы не было пенетрации, поэтому это я не считаю сексом. А, ты знаешь, кто... Ты как Билл Клинтон, который... Нет, у нас не было никаких сексуальных отношений с Моникой Левинской. Ну как, ну я же ее не трахал физически, значит. Не было секса. Вот ты сейчас такая же, ну не было же пенетрации, а значит, и секса не было. Слушай, ну как бы... Это было в апреле, хорошо. Хорошо, ладно, раз ты начинаешь такую историю, хорошо. Потому что как бы... Мы же без имен. Мы же без имен. Окей, хорошо. Это случилось в апреле, и пенетрации не случилось не по моей инициативе. А по инициативе, по не инициативе, наверное, так сказать, молодого человека. Потому что у него ничего не получилось. Вот. Все вот случаи, когда была возможность, наверное, перейти на какой-то новый уровень... На новую базу. На новую базу, да, как в американских каких-то комедиях, да. Ничего не получалось, ну потому что все сливались. Это не потому что я такая, все, нет. Я говорю, нет, никакому сексу. А потому что меня зовут на свидание, и с этого свидания, собственно, и сливаются. Вот. Я не понимаю, если честно, в чем проблема. Возможно, наверное, у всех много слишком дел, и... Мне кажется, все очень много работают. У меня есть такое ощущение, что выбирая между отношениями и работой, большинство в Москве предпочитают выложиться в работу. И типа не спать, ебашить и так далее, потому что как будто бы работа тебя не бросит. Возможно, либо такое ощущение, что, наверное, нельзя сейчас в 2021 году говорить про гендеры, но как будто бы... Когда, как не сейчас. Когда, как не сейчас, да. Но я белая цинсгендерная женщина и буду говорить про себя. Артем, наш оператор, дорогой, теперь знает это слово цинсгендерность образования. У меня ощущение, что женщина справляется с... Ну, она многофункциональна. У меня получается работать, у меня получается ходить к психотерапевту, еще какими-то делами своими заниматься. Ну, типа духовно развиваться, мы сейчас это так называем. И это не только я. У меня все почти подруги ходят к психотерапевту, да. И мне хочется заводить какие-то романтические отношения. Это три функции. Три, да? У мужчин такое ощущение, что только работа. Ну, и бухнуть. Ну, и бухнуть, да. Ну, там, с пацанами. Это две функции. И все. И все. Ну, полторы там. С пацанами это половинка. Это половинка функций. Пацаны, дорогие пацаны, вы половинка. Вот, это полторы функции. Ну, вот и как бы все. И как бы, как, ну, навязываться кому-то тоже не хочется. Кому-то как-то написывать, кого-то как-то... Мы тоже. Не, я не считаю то, что нужно ждать там... У Пинько, ты же писала, я знаю. Да, нет. Там, позвать кого-то на ужин, я считаю, что это совершенно нормально. Но позвать на ужин раз, и человек сливает. Это же не говорит о том, что я должна теперь обрывать все телефоны и стоять с плакатом. Пожалуйста, ну, позови меня, ну, позови меня на ужин. Ну, я же так хочу. Но это странно. Это немножечко кринжа уже. Просто это очень тонкая грань. Где кринж, а где феминизм. Блядь, сука. Понимаешь? Ну, позвать кого-то, это нормально. В этом нет мечтального. Ну, да, между зазывать и заебать тонкая грань. Во, 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 во. А, ты перебила кидокади на руке. Да, ну, она у меня сейчас в пленке. А что там, прости, за хрючево? Там леденец. Клинчик? Да, там леденец, лезвие. Это швейцарский нож ты набила на руке? Ну, мы потом вставим здесь картинкой, что там будет. История. Ну, поскольку ты ее знаешь, это свидетельница всей этой истории. Мы можем ее обсудить, проанализировать. Я... Он сам мне написал. Я не виновата. Да. Абсолютно. Он сам пришел в директ. Он сам пришел в директ. Я была в больнице в 2016 году. Ты мне скинула видос с концерта Schoolboy Q. Да, где фит с кидом картина. Да, я его запостила, отметила его. И Schoolboy Q, кстати говоря. Да, Schoolboy Q все очень ответил. Да. Хотя Schoolboy Q мне тоже очень нравится. Вот. И мне ответил Кит Кадди. И говорит, блин, ты вообще очень классная девчонка. Приезжай к ТВЛА. И мы с тобой обязательно встретимся. Я такая, нифига себе. И он мне начал перепощивать мои фотографии. Говорить, какая у меня прекрасная жопа. И вот это все. Это я тоже в интервью рассказывала на 1321. И все. И это как бы все заморозилось. У него были отношения. И я его не трогала. И все. Твоя жопа сидела ровно. Моя жопа сидела ровно. Я вдохновлялась его творчеством. Все было прекрасно. Тут. Чего? У меня появилась галочка в инстаграме. Тут я решила. Отпраздну. Отпраздну я этот момент. И отправила ему нюнсы. Я вообще никогда в жизни таким не занималась. Я тебе клянусь. Мне это может и клясться. Она клянется. Ну, честно, я не занимаюсь таким. Вот. Я сфотографировалась. Красиво было. Отправила вначале Ксюше. Она сказала, что фотография хорошая. И здесь не буду. Красиво. Можно отправлять. Я отправила. И он ответил. Потом я отправила еще фотографию. Но я сначала подумала, что нужно показать перед. А потом надо показать зад. Он по-твоему будет распечатывать и, блядь, склеить. Я зад пропустила. Я вот это уже не помню. А я уже подумала. А ты там уже параметры для 3D принтера, да, высловно? Ну, я подумала, что вначале перед, а потом, ну, типа, спереди сфотографировалась. Теперь можно сзади. На разнообразный план это. Ну, короче. И потом он уже такой, фига себе. Типа, прикольно. Прикольно, да? Вообще, очень прикольно. Я такая, да, слушай, вообще, тут как-то все собирается в Лос-Анджелес. Он такой, да, да, приезжай, приезжай. See you later, Alligator. See you later, Alligator. Вот. А потом была вечеринка в Париже. Да, ради которой мы пролезли по всем. Это было очень тяжело. Как бы в Инстаграме мы такие выглядели, как будто бы это не тяжело. Но на самом деле, мне кажется, мы пару седых прядей, несколько фунтов, и вот это все собрали. Ну, это было, да, это было очень тяжело вообще попасть в Париж, который находится в красной зоне, не имея ковид-пасса. И это было очень тяжело попасть на эту вечеринку, не имея, в принципе, никаких контактов. В моменте, да. Да, в моменте. Но в итоге мы туда попали. Ну вот. Потом Ксюша. Нет, это да, это великолепная история. Знаешь, если это представлять, что это формат маски-шоу, то все, в принципе, сходится. Дорогие слушатели, немножечко как-то было. Карина Истомина мой дорогой друг, поэтому, когда она делает хуйню, я всегда залезаю в эту хуйню вместе с ней. И нам сказали, вечеринка начинается в 11 вечера. Что вы думаете? Я заставила его. Мы пришли в 11.15, мы пришли в 11.30, как принято опаздывать. Мы пришли туда в 22.59. Мы стояли, как Сивка Бурка, вещая каурка у входа, вчетвером с нашими друзьями, которые выглядели... Я себя чувствовала так, как будто бы я пришла в 16 лет в солянку. Вот у меня было такое ощущение. Вот самая-самая лохушка, лохошня вообще просто. В общем, никто нас не пустил, потому что в 11 вечера они сами еще не пришли. Это был пустой ангар. Там бы не было никого, никого, никого. Да. В общем, потом мы пришли туда. Еще час мы там тусили одни, но мы не могли пропустить кедокади. Потом туда уже приходили, так как это было автопати же, ванши, там было дохрена всяких селебов, вот этого всего. Но все не было никак кедокади. И чувствую я, что коришка уже... А мне плохо, мне очень плохо. Я прям вот очень нервная, я выгляжу так, как будто бы, ну, я привидением. Но ты, да, на измене сидела жестко, очко с жалостью. И я думаю, ладно, похожу, потому что что, я люблю ходить. Вот. И здесь, ребята, очень важный момент, о котором я хочу поговорить со всеми. Рэперы западные невысокие. Это очень важно. Потому что, когда ты смотришь на Трэвиса Скотта или даже на Кида Кади, тебе кажется, что они метр девяносто. Мне казалось, что сейчас придет Шакила Анил и унесет меня на Лиане, на своего члена. Этот, господи, Деннис Родман. Вот. И в итоге, чтобы вы понимали, я иду к какому-то дальнему бару, стою с кем-то, разговариваю и вижу полевую руку от себя красную опушку из мха. И пытаюсь понять. И понимаю, что это голова Кида Кади. И я ей пишу, приходи, приходи. В общем, она его нашла. Но у меня реально культурный шок, который становится менее шокирующим, когда ты проводишь вот эту параллель, что Ким Кардашьян метр пятьдесят четыре, Кани Уэст не сильно выше Ким Кардашьян, Кит Кади размером с приблизительно Кани Уэста. И они все вот в этой... Ну вот, да, они метр шестьдесят восемь где-то. Они все невысокие. А тебе кажется, что ты реально сейчас увидишь. Их реально как-то снимают. Я хочу... Мне кажется, у нас так эскортницы в Инстаграм не снимаются. То есть это какая-то супер оптическая иллюзия, когда ты смотришь на них, такой, а как? И в итоге вот вы с ними разговариваете. Карина сходит с бешеным взглядом вот таким. Да, да, вот так. Вот. И он поднимает глаза, здоровается, такой, ой, привет, я так рад тебя видеть. Ну вот этот чисто аквариус вайп. Да. Вот, обнимается со мной, стоит со мной три минуты и убегает. И все. А потом приходит это, Карди Би с офсетом, и они пили текилу. И там уже было, естественно, не до меня. Ну, трудно тягаться с Карди Би, прости. Да, естественно. Вот. И я, знаешь, что вспомнила? Вот эти все наши с тобой поездочки в Лос-Анджелес и в Нью-Йорк. Да, да. Когда нам с тобой Набиль обещал, что он нас обязательно в Слозе с Комптон, а потом, когда Натаниэль что-то мне тоже в Трикоры бы она обещала. Короче, вот эти все американские чуваки, которые очень много обещают. И ничего не происходит. И ничего не происходит. И я такая, а-а-а, ты тоже американец. И точно же, вот как это работает. Совсем забыла. Что это я, дур, что ли? И я ощутила вот это вот, вот это вот. Настальжи на языке. Настальжи, чувство стыда и такое, вот это вот, когда ты чувствуешь себя полной дурой. Блин, вот тебе это, почему чувство стыда оказалось? Блин, ничего же плохого не сделала. Да, понятное дело, что я ничего плохого не сделала, и как бы, ну, как бы ситуация абсолютно, да вообще ничего плохого не произошло. Но просто, естественно, я же, естественно, понадеялась, потому что хотелось же верить в лучшее, потому что он же мне, естественно, нравится. И как бы ситуация прикольная. Вот. Но все произошло не так, как мне хотелось, и я поэтому такая, блин, отстой. И я перебила татуировку. Да, так что никакого, там, реборн на руке будет как анборн, я думаю, что ты так перебьешь. Да, 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 да. Не, ну, песня мне нравилась, нравится, и все равно там Канни Уэст есть на этом альборне. Помни Китси Гост. Но это будет мне уроком, что не надо напевать имена. Кстати, это было в маске-шоу, помнишь, мы обсуждали, что никогда не надо бить татухи с именами своих любовников, всех, кроме, да даже мать страны. Да, я согласна. Слушай, я же не знала, что когда-то обвернется это все такое. Ну да, мне кажется, вот знакомиться со своими кумирами, это какая-то обломинка. Абсолютно точно. Никогда больше не хочу, не хочу встречать Антони Кидиса в своей жизни никогда. Пусть это будет просто хорошей музыкой. Вот, это точно. Но сейчас же не послушать Кит Кади, уже без осадка. Слушай, Гот, знаешь что? Это самое ужасное вообще во всей этой истории. Бог с ним, что как бы он превратился в Чиполина. Теперь он не Кит Кади, а Чиполина. Просто я была пьяная, и в какой-то момент сидела и говорю, господи, где ее Чиполина, пожалуйста, найдите его. Уже не могу. Да, он теперь превратился из человека, который меня очень сильно вдохновлял, и как бы я черпала вот это вот все, inspiration и так далее, в чувака, который меня просто бесит. И я не могу слушать его музыку, представляешь? Ну, надеюсь... Прямо встал бывшим за день. Да, за пару минут. Да, за пару минут. Но я надеюсь, что это пройдет через какое-то время, и все будет нормально, и я снова начну слушать его музыку, потому что она мне реально нравится, я знаю все песни наизусть. Но ситуация реально супер дурацкая. Ну, типа, это просто прикол. Типа, чего вообще? Ну, супер бред. Кстати, продолжаю. Чуваков, которые пишут и исчезают. Был очень странный инцидент. Естественно, тоже без имен, потому что это все громкие имена. Вот. Скандал! Скандалы, да. Мне написал чувак, и вроде бы, знаешь, он моего возраста при этом. И он мне написал, вроде бы, адекватно даже. Вот, я тебя приглашаю на ужин, давай сходим на свидание. И я думаю, ну, давай, вроде бы это как-то не опасно даже. Ну, it's okay. И я согласилась, думая о том, что он не находится в отношениях. Ну, странно, если человек зовет меня, находясь в отношениях, ну, это совсем дурка уже. И он мне там записывал в телеграммы эти кружочки, будучи там на гастролях. Ну, какая-то классика общения, да. Потом он пропал. Я думаю, ну, что-то случилось, очень странно. Наша любимая, что-то случилось. Да, и естественно, в такие моменты мне кажется, что вдруг я что-то не то сделала. Может быть, интерес пропал. А почему интерес пропал? Ну, вот эта вот вся жвачка из мыслей. А потом он начал перепощивать фотографии своей девушки у себя в Инстаграме. И я, ну... Сложила. Да, сложила. И думаю, ну, наверное, они просто сошлись. А тогда они расставались. А потом я узнала, что, оказывается, он с ней даже не расставался. И что это у него вообще абсолютно нормально. Ну, не для нее, а для него. Что он всем написывает, всех зовет, где-то даже с кем-то спит. Но вот она у него типа главная. Main beach и side halls. Как вообще с кем-то общаться? Я не понимаю. Вот вообще, смотри, тема абсолютно... Ну, она актуальна сквозь года. Где найти чувача? Вот как быть свободной в большом городе? Свободной. В России нет. Ну, и сейчас... Сейчас это называется... Ну, типа, чтобы не стигматизировать одиноких людей, их называют свободными. Сингл. Да. Я просто... Мы делали выпуск про... Ну, эти... Пострадовую депрессию. И их, оказывается, называют сингл-мамы. Мать-одиночка. Ну, чтобы их не стигматизировать, их называют сингл-мамы. Вот. От того, что вы назвали на английском, это типа не стигма сразу? Нет, оказывается, нет. Какой-то бред. Я знаю. Ну, вот их называют сингл-мамы, они мать-одиночки. Представляешь? А, то есть... Что? Да, 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 да. Они называют себя вот в своих закрытых обществах сингл-мамы. Не, ну, если они себя называют, ну, это... Ну, Патейта-Патата. Там Эйта-Тамата. Да, 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 я знаю. Очень странная история. Так, хорошо. Вот что? Ты имеешь в виду, как найти отношения в большом городе? Ты у меня Саманточка или что с тобой? Я не знаю, наверное. Я не знаю. Я просто рассуждаю на эту тему. Я никогда столько одна не была. Вот, смотри, я уже не в early 20s, а вот ближе уже к 30s. Вот. Получается, вот, да, я свободна и я не знаю, как вот люди находят отношения. Это же, наверное, какая-то... Я вот всегда раньше верила, что это какая-то должна будет случиться вспышка. На случайность. Случайность. А я теперь понимаю, что это не случайность, потому что вот как. Я работаю, у меня есть свой круг. Вот. Я вас всех знаю. Это ты... И Нафаня. И Нафаня, да. И, возможно, еще когда-то Леша Теревкова, да. Вот. И все. И как бы у меня... У нас очень сложно... Ну, мы фильтруем людей. Мы очень редко впускаем. Я вообще не верю, что тебе не пишут в директ. Если бы я была мужиком, я писала бы тебе в директ каждый день. А ты бы меня отшила и сказала, что за чизик. Не знаю. Вот. Поэтому как бы это такой очень сложный... сложный вопрос. Это, знаешь, как я со своим терапевтом разговариваю. Вы понимаете, я вообще не понимаю, зачем мне мужчина. Если бы я не хотела заниматься сексом, то он мне, в принципе, не нужен. Она говорит, я могу вас понять. Ну, так может... Блядь, ну, Карин, трудно найти кого-то, когда ты манифестируешь это. Они... Я, конечно, скажу про мужиков. Да. Они слышат. Они умеют слышать. И они такие слышат это, и я думаю, такие, ебать, мне страшно. А вот все твои прошлые отношения как начинались? Давай попробуем проанализировать. Они начинались не так, как они сейчас могут начаться, потому что я трезвая. А, ну вот. Помнишь? И мы не можем это взять за основу. Черт. Вот. На самом деле, это важный момент, потому что, мне кажется, многие люди пьют, чтобы расслабиться. Да, вот. Это социальная такая история, типа вечеринки. Когда на вечеринках ты расслабляешься, ну, в пределах нормы, естественно. Это очень помогает. И так заводится очень много отношений, мне кажется. Вот. А когда это, ну, в других местах, мне кажется, это намного сложнее. А если человек будет пить, а ты не будешь? Или тебе все равно будет тяжело? Вот мне... Я еще тоже не ответила себе на этот вопрос. Это тоже очень сложно. Вот. Вот. Это тоже непонятно. Это вот какие-то такие вот... Не ясно еще. Мне кажется, вдруг человек, он нервничает еще больше из-за того, что ему рядом с тобой и нельзя. Да, 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 да. Это вот такие какие-то... Еще больше каких-то... Не знаю. Не понимаю еще. Пока нащупываем. Да, пока еще нащупываем. Мне кажется, это отдельный крутой скилл быть одной с собой. Потому что не все вообще в течение жизни проживают момент, когда они ни с кем не встречаются хотя бы полгода. Конечно. Не, это абсолютно классный скилл. И мне кажется, что это помогает не бояться. И мне кажется, это полезно для будущих отношений, чтобы быть, ну, увереннее в себе. Да, что если что, ты одна тоже можешь целиком себя и содержать, и справиться со всем. И вообще все может быть ок. Да. Зато тебе не грозит наша вторая любимая тема. Это рождение ребенка и все, что следует за ним. Да, да, да. Который меня очень сильно пугает. Это точно. Мне кажется, мы и в 18-м году это обсуждали. У тебя за это время несколько девочек уже, мамы не стали. Да, кстати, очень много. Да не, не, ну, получается, четыре. Все еще не очень, да? Да не, но вообще все еще не очень. И с каждым разом это меня все пугает и пугает и пугает и пугает. Блин, ну, я чувствую ответственность. Да, на тебе самая большая ответственность, мне кажется. если я рожу и при этом даже все будет херово, я лично тебе буду отдельно прийти. Ты такая зашибись. Карин, все круто. Вообще. Я ничего не почувствовала, все классно. Я просто чихнула, а ему уже 18, и все. Да, 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 вообще он никогда не плачет с ним, все круто. Он всегда называет меня по имени-отчеству. Он делает самокрутки уже. Да, да, да. Он ест сам ложкой, уже сам. И готовит. Все топ. Вообще. Он слушает Кида Каде. Да, 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 да. С ним все нормально. Вообще я хочу сказать, что знаешь, с 18-го года, когда мы это снимали, и сейчас скачок, конечно, мощнейший, потому что я смутно представляю, как в 18-м году Татлер присылает мне вибраторы. Слушай, да, кстати, вообще так сильно все изменилось за эти три года. Я просто офигеваю. Просто секс максимально в массах. чтобы... Ну, это все стало более... Ну, как бы... Меньше стыда по этому поводу стало. Ну, стыда точно, потому что я помню, что мы записывали, и все равно было такое, ой, а вдруг родители послушают, ой, а вдруг это, а вдруг что. А сейчас уже, да, вот, смотрите, значит, прислали вибратор, прислали какую-то вот, значит... Смазку какую-то. Смазку какую-то, какое-то клиторальное масло. Да, да, да. Я уже такая, что происходит? В общем-то, видишь, я смутно представляю. Хотя еще, я думаю, это связано с тем, что и мы взрослеем, и уже ты такой, типа, тебе чисто похрен, что про тебя говорят. И кто это говорит? Ну, да, и мне кажется, то, что стала уверенность какая-то со своим телом, что ли. Есть такое, да, 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 что ты... Ну, кроме тех моментов, когда мне пишут, что я умираю почему-то. Не, ну, это вообще какой-то... Ну, это токсичный позитив. Это как раз о том, что ты писала в своем посте. Девственность в нашем случае обсуждать уже бесполезно. Уже лет... Она уже все! Уже лет до 9. Слушай, а как раз в этом году, 10 лет назад я ее потеряла. Карин, поздравляю. Я так горжусь тобой. Так приятно, что ты сделала это, видимо, в трезвом уме и здравой памяти и ведешь отсчет. Моя хорошая. Я вот что-то просто сейчас только вспомнила об этом. Да, да. Уже 10, 10, юбилей. Да, уже бывшему 40 плюс скоро будет. Слушай, реально, моему бывшему 40 лет. Какой кошмар! Да. Какой ужас! Это очень страшные цифры. Да. Мы не молодеем. Мы не молодеем. Не знаю, мне кажется, тот факт, что мы просидели в карантинах и продолжаем этим дерьмом заниматься уже два года или сколько, он не сильно помогает, потому что у меня реально ощущение потерянного, вырезанного времени, когда ты не жил, а ты немножко существовал. Абсолютно точно, да. И из-за этого, то, что было в 2018-м, ощущение, что это было не два года назад, нет, а вот как будто это было вот год назад, потому что ты как в этом клик с пультом по жизни просто промотал всю эту хрень, и меня это лично раздражает, потому что у меня теперь, когда мы начинаем возвращаться в нормальную жизнь, у меня куча вопросов к каким-то своим выборам, которые были сделаны за эти два года. Я такая, а вот я вот этого там, я с этим человеком согласилась что-то делать, это я согласилась, потому что я хотела, или потому что я уже была и с ума сходила от того, что вот типа мы все на карантине, а вот это, а вот то. И я не знаю, мне кажется, в стиле маски-шоу, заявляя будущие проблемы и вопросы, мне кажется, вот когда все как-то более-менее вернется к норме или к привычной нам обыденности, самое тяжелое будет как-то вот именно жить не с последствиями, знаешь, но с результатами того, что вот прошло за вот эти два года, потому что я правда охреневаю иногда и мне ничего не понятно. Во-первых, мне нравится, что по итогу этих двух лет все уже пошли к психотерапевтам, потому что поняли, что их кукуха все-таки полетела, то есть потому что когда у тебя нет отношений, ты можешь вообще пребывать в счастливой иллюзии, что у тебя все ок, когда появляются отношения, ты как бы видишься в другом человеке и у тебя все это триггерится, но когда ты один на один с собой в карантине, вот здесь, мне кажется, все немножечко, как говорится, фляга посвистела. Слушай, мне очень отзывается, что вот эти вот странные проекты со странными людьми, вот это да, и у меня тоже такое было, сейчас не могу сказать, что именно, но вот реально очень странные люди, вот куда-то впрягаешься, просто потому что... Типа что-то делать? Иллюзия того, что нужно что-то делать, пожалуйста, быстрее, потому что я где-то куда-то падаю, куда-то убегаю от реальности, вот у меня абсолютно так, у меня даже сейчас иногда такое бывает. Типа что ты как будто от реальности убегаешь? Ну, даже не то, что от реальности убегаю, а то, что нужно вот больше где-то преуспеть, больше где-то заработать, вот куда-то нужно, куда-то убежать, потому что вот эти вот все время то локдауны, они появляются, то они пропадают. В общем, из-за локдаунов как будто бы хочется запастись чем-то, или какой-то контроль и безопасность себе вернуть хочется? хочется чем-то запастись как будто бы, какая-то подушка безопасности, вот это вот, что-то такое появилось. Ну, сколько лет, Карин? Я всю жизнь, всю жизнь, да, вот. Не хочу работать больше никогда. Да не, я-то люблю работать, я не люблю не работать, мне нравится все время пребывать в каком-то состоянии потока. Даже, не знаю, сейчас реально страшно залезать, переслушивать, что там было, вот, потому что оно все, конечно, очень искреннее, но при этом... Если честно, очень наивное. Очень наивное. Вот мне кажется, есть ощущение, да, что всего за три года у тебя уровень наивности и доверия к миру, он очень сильно... И знаешь, в чем еще есть? Знаешь, что еще есть? Я поняла с возрастом, что, когда я взрослею, у меня нету радикальности в чем-то, потому что, ну, когда есть какой-то ум, то, ну, не должно быть радикального мнения, потому что здесь какая-то полярность. Да, А мы там очень радикальны в чем-то. Но проблема в том, что чем ты радикальнее высказываешься, тем легче людям тебя принять. Им как бы легче зацепиться за вот такую твою одну приколяску и там, я не знаю, держаться всю жизнь, что, ой, водолеи, ужасные люди. Ну да, но типа... Ну да, но здесь ты, тут ты не поспоришь, да, скажи. Тут ты не поспоришь. Это очень смешно все, и поэтому как бы легче либо любить, либо ненавидеть. Но с возрастом как бы я понимаю, что нету одного какого-то мнения, есть миллион мнений. Короче, у нас уже не маски шоу, у нас пенсное шоу, все, мы уже с тобой. Да, уже пенсное. Ну, поэтому, сама же знаешь, чем больше читаешь, чем больше углубляешься, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Да. Вот, это как у тебя в философии, так у меня в психологии, там, это так, это так все сложно, это так все тяжело, и еще грустнее становится. Классно, коричь. Отличное завершение. Да, просто на позитиве. Ну, что, давай спрогнозируем, моя любимая, прогнозы в никуда. Через три года какая у нас будет повестка? повеска чего? Бесед наших сумасшедших. Ладно, давай через год, давай. Через год я все-таки вангую, что мы хакнем эту историю, как найти парня без алкоголя и сожалений. Как найти парня без алкоголя и сожалений. Книга Карины Истоминой. Напишу книгу. Да, вот, это будет. Издательство АСТ тебе напишет. Которое нам, нам честно, постоянно пишут. Регулярно пишут. Напишите книгу. Каждый раз. Если бы мы были плохими, людьми... Мы бы написали. Мы бы написали уже. И Ксюше, и я бы. Мы бы уже несколько книг. Я бы уже и книгу. И марафон желаний, и марафон отторжений, и вообще манифестацию на золотом матку. Все бы сделали. Мы бы уже инфо-цыганщины занимались бы, стригали бы здесь бабло, а потом бы давали кур, консультации по нашей инфо-цыганщине. А если бы я реально была бы очень плохим человеком, я бы давала личные психологические консультации. Ой, вообще. Иначе бы наш любимый сериал «Медиатор». Медиатор, да. За 10 тысяч рублей бы давала бы. Даже больше бы. За 15. Вот. Так что, ребята, мы вас любим, ценим. И мы не делаем этого. Мы держим планку, страдаем, но наша совесть чиста. Да. Думаю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok